Здравствуйте! На телеканале Ахтуба время общения в прямом эфире в студии Елены Мурмиловой. Я представляю гостя нашей студии. Сегодня это Галина Машенцева, начальник управления торговли администрации Волгоградской области. Галина Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте, я объявлю телефоны в студии. Я призываю всех телезрителей присоединяться к нашей беседе. 39 29 31 и 39 29 32. Звоните и задавайте свои вопросы. Тем очень много интересных. Да. Позвольте начать нашу беседу с алкогольной темы. В июле этого года вступил в силу измененный федеральный закон, который касается регулирования алкогольной продукции. Обороты и продажи. Да. 22 июля вступил в силу поправки в федеральный закон 171 о государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. И об ограничении потребления, распития алкогольной продукции. Ну вот конкретно в жизни в чем он будет выражаться? Этот закон мы давно ждали. Мы его уже не раз обсуждали. Проект закона. Вот он наконец принят, вступил в силу. Существенное отличие сегодняшних условий продажи алкоголя от тех, которые действовали ранее, это сокращение мест, где возможна реализация алкогольной продукции. Во-первых, запрещена с 22 июля реализация алкогольной продукции в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и прилегающих к ним территориях. В организациях культуры, за исключением услуг общественного питания. То есть в кафе какие-то будут работать и будут по-прежнему угощать. На всех видах общественного транспорта. Пока сейчас, видимо, будут какие-то разъяснения либо поправки по поводу аэрофлота и самих составов поездов. А вот на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, автовокзалах, автозаправочных станциях реализация алкоголя уже запрещена с 22 июля. Тем не менее, хоть она и запрещена, но все-таки есть еще, попадается, что можно где-то купить. То есть два месяца уже прошло, как закон вступил в силу, время прошло, но тем не менее еще не все, видимо, его выполняют. Ну, видимо, не все еще знают и не все спешат его выполнять. Уже активно работают муниципальные образования, у них есть полномочия, милиция, общественная безопасность, Роспотребнадзор. Мы, как лицензирующий орган, ведем разъяснительную работу. К сожалению, вот такие еще факты есть, но я думаю, что это вопрос ближайшего будущего уйдет оттуда. Ну, как выглядит эта разъяснительная работа? В каждый магазин заходите, ищите хозяина и объясняете? Ну, нет, конечно. Через муниципальное образование собирают всех предпринимателей, у которых были лицензии, разъясняем, кому можно, кому нельзя. Ну, здесь, видимо, еще есть такой момент, что кто-то доторговывает то, что было, снимают с реализации. Но в целом, вот на этих объектах уже алкоголь убран в большей части и, ну, водичка, минеральная в дорогу. То есть, по каких-то штрафных санкций пока еще не применяют к нарушителю? Применяют. Применяют, но... Чем это грозит? Штрафные санкции, милиция общественной безопасности у нас работает, составляет, будет составлять и сейчас уже составляет протоколы. Штрафы до 10 тысяч рублей. Ну, сколько уже? Есть цифры? Сколько выписано? Ну, пока мы не подводили итоги, чуть-чуть подождем. То есть, все только в самом начале? В самом начале, да. Еще существенное отличие. На оптовых розничных рынках запрещена торговля. То есть, конечно, расстроенные владельцы рынков, у которых были встроенные магазины, встроенные павильоны, тоже оттуда алкоголь должен быть изъят. На рынках должна продаваться та продукция, которая предназначена для рынков. А алкоголь будет продаваться в стационарных объектах торговли. То есть, в магазинах. То есть, мы еще к ним вернемся. Позвольте, я напомню, телефоны в студии 39 29 31 и 39 29 32. У нас в гостях начальник управления торговли администрации Волгоградской области Галина Машенцева. Вот, что касается тех стационарных точек, существует запрет продажи алкоголя с 23 часов до 8 часов. Как он выполняется? И кто за этим следит? Этот запрет выполняется полностью. И у нас, я могу твердо сказать, что в ночное время в магазинах алкогольная продукция не реализуется. Единственное исключение, до 1 января 2013 года разрешена продажа пива крепостью до 5 градусов. То есть, кто контролирует соблюдение этой нормы? Милиция, общественная безопасность, Роспотребнадзор и муниципальное образование. То есть, проводятся рейды? Да. Ну, в том числе и, конечно, общественная организация. Кроме того, этот обновленный закон устанавливает единый порядок на территории России лицензирование алкогольной продукции. В чем изменения? Ну, я бы сказала, что сократился перечень документов, которые требуются для оформления и получения лицензии. А вот требования к самим объектам, они ужесточаются. Во-первых, это должны быть все полностью объекты стационарной торговли, кроме общественного питания. И до 1 января 2013 года пиво до 5 градусов может продаваться в киосках и павильонах. Все остальное из киосков, павильонов должно быть убрано. И вина, и напитки винные, и пивные напитки крепости свыше 5 градусов. Кстати, маленькое пояснение. Принят новый технический регламент по пиву и пивным напиткам. И пивом признается напиток, изготовленный по определенной технологии, крепостью до 5 градусов. Все остальное – это 7, 9, 12 крепкие сорта пива. Это не пиво. То есть на этикетках должны быть написаны пивной напиток, пиво – это напитки крепостью до 5 градусов. У нас есть звоночек, давайте выслушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Город Волжский. Скажите, пожалуйста, в селах Зерно закупают по 3-4 тысячи рублей за тонну, а хлеб продают от 22 до 40 тысяч рублей. Согласно экономическим нормативам, хлеб должен стоить в 2 раза дороже зерна. Когда будет и как ликвидировано это проспособство? То же самое происходит и с молоком. Вот разница в хлебе и зерне у нас в 7 раз увеличена. Кто-то обогащается, а из него разоряется. Спасибо за вопрос. Насколько это к вам на вопрос адресован? Почему дешевый зерной и дровой хлеб? Ну, не совсем, конечно. Но, тем не менее, мы внимательно разбирались с этим вопросом. Особенно прошлый год у нас с ценами были серьезные проблемы из-за неурожая. И я хочу сказать, что себестоимость хлеба на хлебозаводах, там много, естественно, составляющих, компоненты, комплектующие, которые сырьевые, энергоносители, заработная плата и так далее. И рентабельность всех хлебозаводов, сегодня все хлебозаводы работают на предельной рентабельности. 3-5%, не более того. А розничные магазины, ну, возьмем, допустим, крупные сетевые компании, они, как правило, работают с нулевой наценкой на хлеб. Только потому, что это является, во-первых, социальным продуктом, а во-вторых, ну, любой разумный предприниматель, который работает с продовольствием, обязательно в ассортименте имеет хлеб для того, чтобы... Потому что это продукт, который покупают ежедневно. Нет, самое главное, ежедневно. Ну, через день. И, то есть, покупатель в этот магазин будет заходить каждый день, ну, а по пути еще что-то купит. И для того, чтобы сохранить привлекательность магазина, максимальную привлекательность, хлеб продается практически по отпускной цене предприятий. Это абсолютно точно. С Волжского хлебозавода, он у нас, его любят не только в Волжском, но и в Волгограде, отпускная цена полукилограммовой буханки 10 рублей, 10,50, и в рознице она 10,50. Понятно, спасибо. Вернемся к нашему алкоголю. Да. Изменились технические условия, изменились условия лицензирования, то есть стало теперь сложнее начать торговать алкоголем, правильно я понимаю? Нет, я бы не сказала, что сложнее, просто нужно отвечать определенным требованиям. То есть это должен быть стационарный магазин, он должен отвечать всем санитарным требованиям, противопожарным. Но вот эти документы для получения лицензии мы уже не требуем. То есть достаточно тех, которые получил предприниматель при введении объекта в эксплуатацию. Роспотребнадзор дает заключение, что возможно для торговли, и пожарная инспекция МЧС тоже дает такое заключение. Мы ими руководствуемся. Ну вот эти нововведения как-то повлияли на количество тех, кто реализует алкоголь? Пока нет, слишком мало времени, во-первых, прошло. И я не думаю, что повлияет, потому что у нас и до сегодняшнего момента лицензировались только предприятия, юридические лица, которые торговали крепким алкоголем, либо алкоголем до 15 градусов, но в любом случае это были юридические лица. Те предприниматели, которые торговали в киосках пивом, некрепкими напитками, они и не получали, у них и не было лицензии. Поэтому количество на сегодня пока не изменится, мы так думаем. А вот если, когда будет введено лицензирование пива, и 1 января 2013 года, если ничего не изменится, пиво перейдет у нас в стационарные объекты, вот тогда, наверное, ситуация немножко изменится. Но сегодня пока количество лицензиатов тоже, которое и было. Давайте еще раз напомним, телефоны в студии 39-29-31 и 39-29-32. Я призываю еще раз всех телезрителей присоединяться к нашей беседе и задавать вопросы начальнику управления торговли администрации Волгоградской области Галине Машинцевой. Хорошо, теперь еще вот другая сторона алкогольного рынка, контрафакт. Тоже больная такая тема. За последнее время, насколько мне известно, сократилось количество контрафактного алкоголя у нас. Абсолютно верно. Это показывает и российская статистика. Ну, самый главный показатель, у нас существует и действует в России единая государственная автоматизированная система учета производства и оптового оборота алкогольной продукции. То есть там у нас четко учитывается объем произведенного алкоголя. В рознице статистика нам дает розничную продажу. И вот где-то, наверное, в шестом-седьмом году разница между вот этими двумя показателями, двумя этими цифрами была достаточно довольно существенная. Сейчас, после создания федерального органа регулирования контроля на алкогольного рынка, рост алкогольного регулирования, изменения в законодательстве, ужесточение мер по пресечению вот таких явлений, такая эта разница существенно сократилась. То есть на сегодня можно сказать, что нелегальный оборот сократился, ну, где-то на 30-40% от того, что было. И мы идем к тому, чтобы наладить полный учет оборота, в том числе и розничного. Наша область вошла в число пилотных регионов, пилотных проектов по внедрению автоматизированной системы учета, лицензирования, декларирования розничной продажи алкогольной продукции. Вот в этом году и в следующем, в 12-м, будет на территории области внедряться эта система. То есть мы тогда получим полную картину, но она будет совместима с действующей системой ЕГАИС. И, ну, если все получится так, как задумываем, программа заработает, каждый покупатель через СМС сможет получить информацию о подлинности акцизной марки. Наклеенной, да. Кто произвел, кто отпустил, а кто через СМС можно будет получить такую информацию. Но это к концу следующего года. Ну, хорошо, а пока такой услуги нет, где нужно покупать алкоголь, чтобы быть полностью уверен в его качестве? Пока нет такой услуги. В крупных магазинах, в крупных магазинах и, ну, в малых, наверное, тоже. Самое главное, все должны понимать, что сегодня алкоголь, кроме пива, пока до 5 градусов, можно продавать только в стационарных магазинах. Крупных, не очень крупных, площадь торговой не менее 100 метров квадратных. Вот в этих магазинах наверняка вы купите легальную и качественную продукцию алкогольную. Понятно. Галина Ивановна, еще один у нас целый зритель дозвонился, и, я так понимаю, вопрос снова про хлеб, все-таки важный продукт, как мы с вами говорили. Ну, да, важнее алкоголь. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Саница Трехостровская и Лавлинского района. У нас хлеб в магазинах по 18 рублей, хлебобулочные изделия тоже дорогие. Почему такая разница? Если отпускная цена 10,50 буханки хлеба, то у нас она 18-19 рублей. Понятно, спасибо вам за вопрос. Спасибо, но я назвала отпускную цену за полукилограммовую, то есть 0,5 килограмма вес хлеба. Мне трудно судить, поскольку 18 рублей за какой вес, сколько стоит, какой вес стоит 18 рублей. Ну, работодатель еще на проводе, алло, вы еще с нами? Алло, ну, видимо, уже нет. Отключился телезритель. Ну, с хлебом, я хочу сказать, у нас ситуация спокойная, стабильная. По другим продуктам может быть где-то. Особенно это премиум-класса. В этом году, слава богу, нет. В этом году мы наблюдаем вот с новым урожаем снижение цен по всем абсолютно позициям. По всем. И я хочу сказать, что наша область, поскольку это огород российский, мы занимаем второе место по производству овощей после Дагестана. Цены на овощи существенно снизились. И минимальный продовольственный набор, а это главный показатель благосостояния населения, уровнем благосостояния, один из главных показателей уровня благосостояния населения, у нас самый низкий в Южном федеральном округе. А если брать еще и ближние регионы, там Воронежскую, Саратовскую, Самарскую область, то ниже нас только в Саратовской области, у всех остальных выше. Так что в Волгоградской области с продовольствием на сегодня ситуация абсолютно стабильная. Тем не менее, многие предприниматели, местные фермеры жалуются на то, что вырастили много и дешево, и, к сожалению, к себе выводок. Ну, к сожалению, вот это оборотная сторона медали. Когда у нас на прилавках появляется дешевая продукция, фермеру, естественно, остается меньше прибыли. В прошлом году была ситуация обратная. То есть, допустим, те, кто вырастили хороший урожай, из-за цены высокой получили хорошую прибыль. Ну, покупатели зато были очень расстроены. Мы на своем плане перебрались к теме овощей. Сейчас как раз самый такой горячий сезон. Как у нас организованы в городе площадки по торговле вот такой осенней продукции овощной? В городе Волгограде? В Волгограде. Хорошо. В городе Волгограде больше 30 площадок под реализацию, сезонных площадок выделено под реализацию плодовочной продукции. Кроме того, в схеме размещения объектов институциональной торговли Департамент потребительского рынка предусматривает такие небольшие площадки для торговли бахчевыми в развал, овощами в развал. Ну, если не хватает, есть такая необходимость. Другое дело, что, к сожалению, на территории Волгограда многие некоторые ярмарки у нас трансформировались в такие непонятные объекты торговли, где уже как таковой реализации плодовочной продукции нет, где на территории ярмарки у нас стоят уже киоски, павильоны. Вот сейчас мы с департаментом активно работаем над этим, приводим в соответствие с 381 законом. Ярмарка – это ярмарка, рынок – это рынок. И никаких других форм торговли, вот таких подобных, быть не должно. Ну, так контроль за качеством на этих точках ведется? Абсолютно. На всех точках, на всех ярмарках, на всех рынках ведется полный контроль качества продукции. Работают ветеринарные службы. По постановлению по закону федеральному и нашему областному постановлению о порядке организации деятельности ярмарок. Организатор ярмарки несет полную ответственность наравне с предпринимателем за качество реализуемой продукции. И он обязан организовать доступность ветеринарных и санитарных услуг. То есть можно спокойно спросить документы и быть уверенным? Да, обязательно у них у всех наличствуют справки от ветеринарной службы. И еще я хотела бы сказать, мы в этом году, ну, здесь сплошной контроль, уверяю, он есть. И на оптовом рынке, там есть зеленая ярмарка, организовали полный входной контроль, проработали уже 4 месяца в этом режиме. И сами контролеры удивлены, чистая продукция приходит. И бахчевые, и овощи. Ну, это что касается Волгограда. А вне города, вот на трассах тоже же организованы такие точки, где, ну, достаточно организованные, достаточно цивилизованные, где торгуют осенние продукции овощной. За ними такой же контроль установлен? Вот там, где площадки огороженные, выделенные, ну, во всяком случае, благоустроенные, знаем, что есть организаторы, определены организаторы вот этих ярмарок, которые несут такую же ответственность, как и на территории поселений, населенных пунктов. И там можно быть уверенным, что продукция качественная. Ну, а когда это около трассы, машина просто в развал. Ну, естественно, мы здесь гарантии никаких дать не можем. Ну, а что касается, опять же, тех уже бахчевых, которые к нам везут в этом году, уже можно говорить, насколько качественный продукт нам везли в этом году? Бахчевые к нам не везли. Бахчевых у нас в этом году урожай свой. Такое, что, да, сейчас уже, там, допустим, система потребительской кооперации, просто предприниматели ведут переговоры по обмену этой продукции на доставки в северные регионы. Мы всерьез в этом году задумались о переработке бахчевых. То есть это арбузный мед, цукаты, сок арбузный. Да, организация производства. Потому что на самом деле продукт сезонный, собирается одномоментно и много. И вот такие проблемы, они возникают из года в год. Поэтому всерьез уже предприниматели об этом говорят и работают над этим. Ну, Кульш, мы говорили о контроле за качеством в магазинах. То есть в магазинах те же самые бахчевые тоже можно покупать спокойно, правильно? В магазинах контроль абсолютный. Абсолютный. И здесь намного жестче, допустим, чем на рынках и ярмарках. То есть нарушения в этом году были? Неужели настолько благополучная картина? Нет, ни одного не было. Ни жалобы. Мы сейчас, кстати, объезжаем рынки города Волгограда. Знакомимся с их готовностью к переходу в новые условия в следующем году. Естественно, с лабораториями, ведь лабораториями с докторами на эту тему разговариваем. Тоже отмечают, что чистая продукция. Напомню, что в гостях у нас сегодня начальник управления торговли администрации Волгоградской области Галина Машенцева. Телефоны в студии 39 29 31 и 39 29 32. И вот вы уже, кстати, коснулись вопроса, такого большого достаточно, что с 2012 года, с начала 2012 года, все рынки должны быть переведены в капитальные объекты. То есть сейчас же какая-то ведется большая подготовительная достаточно работа к этому событию. Да, у нас есть закон федеральный 271, есть областной закон, который предписывает и обозначает сроки перевода рынка в объекты капитальных строений. В городах с численностью населения свыше 500 тысяч это должно произойти с 1 января 2012 года, менее населенные с 1 января 2013 года, и сельскохозяйственные и сельскохозяйственные и сельскохозяйственные рынки с 1 января 2015 года. Так вот, работа эта она не сегодня началась, ведется она уже 5 лет, срок переносился уже однажды. И вот я сейчас мы вместе с департаментом потребительского рынка города «Знакомься с готовностью рынков города Волгограда к переходу в объекты капитальных строений». Это показывает вот эти обследования, что из 29 рынков на сегодня готовы 14. Остальные рынки в разной степени готовности. И смотрим документацию, ведем беседы, оказываем помощь там, где это необходимо, потому что разные ситуации. И 1 января те, кто уже выстроит здание и готовы будут перейти, естественно, будут работать в форме рынка. А остальные будут закрыты, как несоответствующие требованиям федеральной законности. Ну, это же достаточно затратное мероприятие. Да, это дорогое мероприятие. Любой объект капитального строительства – это миллионы вложений, миллионы рублей. Но собственники, предприниматели, владельцы этих рынков не один год получали прибыль от деятельности рынков. Ну, соответственно, нужно было думать о том, что эти деньги нужно аккумулировать и вкладывать в развитие рынка. То есть период такой дикой торговли уличной, которую мы наблюдали, он заканчивается и должен перейти у нас к современным, красивым, комфортным и надежным формам торговли. Ну, то есть на сегодняшний день у нас такая торговля становится более цивилизованной. Да, должна стать. В ближайшее время. И тут буквально не так уж много времени осталось до этого периода, часа икс 2012 года, да, они должны перейти в капитальный объект? Да, ну, мы вот показывает результаты нашего знакомства, обследования, что рынки получаются хорошие. И на Красном октябре, и на Тракторном, и проекты хорошие, и степень готовности. Дело в том, что сейчас современные здания, они возводятся быстро, это новые технологии, они красивые, они светлые. Наверное, вы видели уже новые павильоны на Титовском рынке, и они будут строить, и вот то, что сейчас есть, это тоже перейдет в такие же здания. Должно стать красивым, комфортным и удобным для покупателей. Ну, в целом, мы уже немножко коснулись, да, вот касательно колебаний цен. В этом году достаточно спокойная ценовая политика на продукты? Я еще раз хотела бы отметить, что обычно повышение цен на продукты питания у нас происходит в августе и сентябре. Новый урожай, новые цены. Но поскольку у нас в прошлом году вот такое было резкое повышение цен из-за засухи и неурожая, то в этом году мы наблюдаем, наоборот, снижение. К прошлому году у нас все еще продолжает снижаться цены. И прогнозируют, что они еще будут снижаться. Потому что по некоторым позициям, допустим, по крупкам, все еще продаются прошлогодние остатки. Здесь балансируется пока цена. Как только перейдут к новому урожаю, то есть вот тогда уже где-то в октябре можно будет смотреть на такие цены постоянные. Спасибо вам огромное. К сожалению, время закончилось. Я напомню, что гостем нашей сегодняшней студии была Галина Машенцева, начальник управления торговли администрации Волгоградской области. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго. Прическа ведущей выполнена мастерами салона парикмахерской «Чародейка».